Вот, заканчивал колледж, то есть геодезия, картография у меня. Вот, тоже работал долго на Ямале, как бы, ну, занимался строительством. Приехал туда, это было до этого, я уже, как бы, ну, вперед немножко. И приехал я в монастырь, мне там очень так понравилось, вот, мне дали сразу послушание, рассказали, все как. Я впервые, я сам крещеный, вот. Вот, ну, как сказать, крещеный, так, типа, побрызгали там меня, как сказать. Вот, и мне так понравилось в монастырях, то есть я уже где-то около пяти монастырей, ну, был я, я был в Владимирской области, я ездил, в Нижегородской области, я ездил, в Кировской области тоже у нас хороший монастырь есть. Вот, но состояние такое, и, как бы, вот, поначалу, когда я приезжал в монастырь, в монастырь какой-то, все замечательно, все хорошо. Я хожу на молитву, то есть на службу хожу, литургия, работа, еще что-то. Но потом, когда вот это паломническое, вот это вот все проходит, все уезжают, я остаюсь, я работаю, я на картофельных полях мы работаем, там что-то трактора разбираем, ну, вот таким мы просто занимаемся. Люди как меняются, я не могу понять, что это такое. Вот сразу, я не знаю, там такие конкретные вопросы, там послушники начинают там что-то ведра бросать, куда-то прыгать, то есть как уезжают паломники в субботу, в монастырях начинается хаос. И вот в каком бы я ни был в монастыре, везде так, везде. То есть они мне говорят то, что мне надо, вот, я хочу в храм пойти, да, с утра, вот, допустим, там идет служба или еще что-то, а у меня работа. Они мне дали работу, мне надо утром ее делать, и я стою, я не знаю, как вот стою, и такой, то ли мне идти в храм, я могу работу бросить и прийти в храм. И я потом думаю, как же про меня будут думать. Работу я не выполнил, пришел в храм, то есть, ну, такое вот какое-то вот, я не знаю, стоит ли вообще вот этим заниматься, и я как-то немножко разочаровался во всем этом. Ответьте, пожалуйста. Вы меня поняли, если что, ну? Я понял вас. А у вас вот такое сокровище есть или нет? Есть, конечно. Ну как нету? Конечно, есть. И вы считаете ее? Да. Так, скажите, что вы там нашли про монастырь в Библии? В Библии? Ну, я, Игнатия Принчанинова я вот читал, вот, он, конечно, пишет там тоже. Ну, с чем-то я согласен, с чем-то нет, вот. А так, монастыри, я понял то, что в данный момент вообще, они, я не знаю, может это будет как-то звучать слишком как-то грозно там и как-то необдуманно, но их, мне кажется, они уже совсем не существуют. Какие-то есть оплоты, как говорится, может быть, они, как сказать, существуют, как, я бы сказал, это как даже не монастыри, а какие-то музеи, куда люди приезжают и смотрят, и радуются, и вот видят это все. А то, что происходит именно в монастыре внутри, как там живут, какое там общение, какая там идет молитва, они этого совсем ничего не понимают и не знают. Про храмы я, тем более, про городские, я вообще ничего не говорю. Так, я вопрос повторю, вы на него не ответили. Вы считаете Библию определенно. Вы от корки до корки сколько раз прочитали ее? Один раз, и то невнятно, как сказать, не то, что невнятно, а, ну... А сколько книг в Новом Завете? Писание плохо знаю. Писание плохо знаю. Сколько книг в Новом Завете? Сколько книг в Новом Завете? Сейчас я скажу. Не буду врать, не вспомню. Я точно помню то, что много книг откинуто. Вот. Не буду, не буду говорить. Так, теперь сказали, много книг откинуто. А каких откинуто? Назовите. Ну, это когда вот, то есть, много же сейчас у нас сектантов, много-много вот всяких. Вот, и они как бы не принимают что-то, и начинают вот это вот все дележка у них идет. Они откидывают. То это откинули, то то откинули. Нет, я показываю вот по благословению Патриарха Алексея Второго Библия. Да. В ней сколько книг? Там кто? Я не могу, Игнатий Тихмич, я не могу сказать точно. Так, а сколько посланий апостола Павла? Не могу сказать тоже. А Иоанна? Не могу, не могу, не могу сказать. Точно не могу. Я боюсь ошибиться, это будет неправда, и я не хочу. Понятно. Но я спросил первый вопрос. Вы читали Библию. Вы нашли там что-нибудь про монастырь написанное? Ну да. А что вы нашли там? Я нашел одно то, что вот в монастырях вот. Про монастырь то, что... Ой, я даже сформулировать не могу. Ну, как-то растерялся я. Ну, ладно. Так, что вы нашли там конкретно про монастыри? Вы вот читаете Библию и поняли, это про монастырь. Теперь я буду делать все так, как написано в Библии. Что вы там нашли такое? Игнатий Тихмич, точно не могу сказать, не помню. Это ни один человек не скажет, потому что ни слова нету. Так вот я и точно. Как бы есть там схожее что-то, ну что-то, а вот именно вот слова именно какие-то такие, я вот что-то не могу сказать. Нету, нету, нету. Ни схожего, ни похожего нету. Это первое. А Иоанн Златоуст говорит, чего в Библии нет? Так, Игнатий Тихмич, все равно, мне кажется, ну как схожего нету все-таки, это все равно, у нас Бог один, и в монастырях тоже идет и молитва, и все это все равно по Евангелям. Я не про это спрашиваю, идет и от молитвы-то. Я говорю, что о монастырях написано в Святой Библии? Вопрос только конкретный. Ничего нет. И восхитительный знак поставь. Ничего нет. Дальше я говорю, вы меня перебили, если будете еще два раза перебивать, я выключаю, и мы разойдемся. Дело в том, что я с глупыми не хочу знать. Библия говорит так, кто дает ответ не выслушав, тот глупец. Так вот, Иоанн Златоуст говорит так, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. То есть в Библии про монастыри ничего нету, и об этом рассуждать об этом не надо. Как они прыгают, ведрами кидаются, бревнами, нас это не касается, потому что это никакого отношения не имеет к спасению. Это первое. Второе. Вы говорите, вот я был, так брызгали, крещения у вас нет, вы не крещеный человек. Не крещеный. Если крещеный был, слово крещение переводится погружение на всех языках мира. И только на русском и на сарконово-славянском дается значение креста, тяжести, крест. Вот в немецком языке Тауфен. Вот у меня человек сидит сегодня из Америки приехала, она знает там как Баб Тизен, так? Все. Это погружение. У вас не было погружения, готовьтесь к крещению. Иначе вы погибнете. Вопрос можно, извините? Вот допустим, я был крещен, а я хочу пройти полное погружение, крещение, как по правилам все идет. Да. Это мне заново, то есть я могу это сделать? Вы обязаны это сделать. Это только фальшивые попы говорят, не надо второе крещение. Его не было первого. Они обманули, взяли деньги. Это говорит 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Это не мои слова. Мои слова они... 6-й Вселенский Собор. Запишите. Извините, пожалуйста, я запишу. 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. 84-е правило. Дальше. Апостольское правило, 50-е. Апостольское. Еще соборов не было. Апостольское, 50-е. Оно говорит, если священник крестил не в полное погружение, он должен быть извергнут. Он уже не священник. А их сегодня таких 99 из 100 надо запрещать. Дальше. 6-й Вселенский Собор, 14-е, 15-е правило. 14-е, 15-е. 6-й Вселенский Собор. Священники, рукополагать, не раньше 30 лет. Если будет хотя бы очень умный, грамотный. Раньше 30 лет, да будет извергнут. А у нас патриарх Кирилл, да 30 лет уже епископом был. Все правила потоптали. А раз потоптали правила, никакой православной веры нет. Вот вы помянули Игнатия Брещенинова. Ну, ему можно было монастырь и стоить. Ему царь был друг, отпускал миллиарды, как сейчас. Он строил, чтобы показать иностранцам, как веруют русские. Водили, говорит, мастурман по своим храмам. И он поехал однажды, он был черноморский и кубанский, видимо. Он просил у Бога милости увидеть все. И увидел. И он сделал, тогда перед революцией, это было раньше еще, было 57 тысяч монастырей. Тысяч. Это храмов. И 1275 монастырей. И он, говорит, из монастырей едва ли четыре едва дышат. А остальные, это все мусор один. Остались одни актеры, а актер ничего не сделает. Это пятый том его. Вот теперь я сам и думаю, где ты находился и что ты делал там? Я и думаю об этом. Теперь, смотрите. Мы читаем Евангелие от Иоанна. 12 глава, 48 стих. Запишите. Иоанн 12, 48. Сейчас, секундочку. Иоанн 12 глава. 48 стих. 48 стих. Евангелие от Иоанна. Я впервые Библию получил в руки в 23 года после армии. А верил в Бога с пеленок. С молоком матери впитал веру. Мы старообрядцев, киржеки и беспоповцы. А потом узнали, что без священства в церкви нет, и мы присоединились к церкви. В 23 года мне дали Библию. Я полчаса примерно ее считал. И встал на колени. И Господь изменил мою жизнь. Даровал мне крещение Духом Святым. Рождение свыше. И 56 лет я иду этим путем. За мной там 5 тюрем и все остальное. 26 лет мучения различие применяли. Это одна радость. А вот если вы поймете, что я вам сказал, запишите еще. Первое послание Иоанна. Так, секундочку. Первое послание Иоанна. Третья глава, двоеточие. Глава какая, я не понял. Третья, три. Третья глава. Двоеточие, а дальше стих девятый. Девятый стих. Вот вы его прочитаете. У вас далекая Библия, нет? Сейчас у меня нету. Я в автомобиле нахожусь. А, понятно. Я сейчас на работе, как бы, ну, в поездке. Вот смотрите. Я открываю Библию. Сейчас прочитаем. Первое послание Иоанна. Третья глава. Девятый стих. Слушайте. Внимательно слушайте. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Потому что семя его Божье пребывает в нем. И он не может грешить. Потому что рожден от Бога. У православных, как грешный, грешный, супергрешный. Это наше. А что он не может грешить? Рожденный свыше. Вот чего у вас не хватает. И вы тогда поймете, что я вот маленько, там маленько привыкал. А это никому не надо. Это переделка. Ты остаешься тем же мертвецом. Надо, когда Господь беседует. Мы считаем третья глава Евангелия Иоанна. Он беседует с Никодимом. И говорит, надо бы народиться свыше. Он говорит, чтобы у трубу матери войти. Он говорит, ты учитель Израиля, этого не знаешь. Вот 27 сентября 1962 года в 17.00 в Латвии, в Венсполсе, я получил рождение свыше. Через слово. Его семя попало в мне душу. Я уже в этот же вечер на корабле стал говорить всем. Живем неправильно. Для меня все преграды рухнули. С чем я занимался? А не занимался в это время, я на семи языках. Бог дал мне знания. Я понял пустота и надменность. Связал и выбросил. Я только занялся одной Библией. Извините, пожалуйста, перебил вас снова. Вот такой вопрос тоже. Вот вы сказали, что там все люди подумали, кто вокруг вас был. У меня такая же ситуация. Вот я когда начал ездить в монастыри, то есть заниматься писанием, еще что-то слушать, допустим, где-то. Вот я еду в наушниках, слушаю постоянно какие-то книги. Мои друзья, мои близкие очень много стали мне говорить, что со мной что-то типа не так. И много от меня начали отворачиваться. Раньше где-то я с товарищем созванивался постоянно, а сейчас нет. Он мне не звонит. Это не имеет значения. Главное, что родиться свыше. А дальше то, что говорил Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого. Чтобы был движим и Духом Святым. Вот я спрошу, как вы на меня вышли? Я смотрел видеоролики какие-то, ну по православию, то есть в Ютубе. И смотрел ролик про Головин, есть такой. Он летом приедет к нам, мы деревню строим православную. Ну вот как раз он упоминал, когда вот какой-то лызь, я не помню, как его зовут. Это журналист, журналист, шахматов Алексей Викторович. Да, вид такой у него, что-то бородка подбритая вот такая, какой-то весь он сидит. Он не похож на православного, но вот у него интервью он берет, у Головина. И я зашел туда, и он как раз о вас говорит слова. Я бил в поисковике и вышел на вас. У нас самый большой Ютуб, самый большой во всей мировой прессе. Вот много у Осипова, это 1750 роликов, 1750. У меня 15 тысяч с половиной. Ну сравни даже, какое сравнение-то? Да понятно. Понятно, что. Почему? Потому что у нас абсолютно все строится на угождении Богу. Еще до перестройки мне пришлось насчитать Библию, она в интернете стоит. Вы можете наушники ее слушать ехать. 12 томов Златоуста я насчитал, 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия, 50 книг насчитал. И прямо с Ирина Игнатия Бричанинова вы можете зайти на наш Ютуб и все это иметь. Я обязательно зайду. Я постоянно, когда вот, у меня сейчас работа такая, я постоянно нахожусь за рулем. У меня большие переезды, я сам с Кирова, но сейчас я нахожусь в Карелии. Да. И вот если вы на Ютуб зайдете, то есть у нас еще сайт. Это через Гугл. Я вам поговорим, не уходите. Я вам скину данные наши. И там все как раз, я вел занятия в пяти университетах государственных, в пяти отделах милиции и городском краевом УВД, во всех воинских частях. Это Господь дает такое, на заводах и фабриках, в 13 школах, 3 радиопрограммы. И у меня накопилось много вопросов, которые просили осветить. И у меня вышло из печати 38 томов книг. И мы проехали с Барнаула до Владивостока, до Атлантического океана, Лиссабон, Португалия, прошли Скандинавию, Прибалтику, посетили 650 городовых сел. Я везде дарил полный комплект. Подарили на 35 миллионов рублей книги. Это все у нас на сайте. На сайте. Это не Ютуб, а сайт. И там вы можете все скачивать. Все, что вам вздумается. Аудио. Там огромный-огромный арсенал. 1300 проповедей у меня только там. Там ответ я даю на 4124 вопроса. Они разбиты на 55 папок. Что вы где были, вы подсчитаете, дым прошел мимо. Каждый вопрос, который мне задавали студенты, я его отвечал. Что об этом говорит вся Библия? 77 книг. Дальше. Что об этом говорят святые отцы? Это 300 томов. Я должен из них выбрать нужные, вставить куда. Что об этом говорят каноны? 719 правил. Что говорят жития святых? 1173 жития. На каждый вопрос. А вот если, говорит, когда я студентам говорю, говорю, а вот этот месяц я буду кроме того отвечать, что говорили русские поэты, 300 поэтов за 300 лет. Это 20 тысяч паилов. И на каждый вопрос 6 поэтов. У каждого эпиграфы из священного писания. То есть таких книг никогда не было, нет, и думаю, и не будет. Это Бог делает. Я себе ничего приписать не могу. Вот вы теперь зашли сюда, внимательно вникните. Вот смотрите. На вас кто-нибудь нападает в интернете? Нет, я не пользователь. А на меня, против меня составлено, говорят, примерно 250 роликов против меня. Всякие сквернословия и прочее. За 8 месяцев мне пришлось заблокировать, в черный список 9 тысяч человек отправить. Это почти дивизия, которая против воюет. А мне никакого дела до этого нет. Вот сидит человек, и только что сегодня мы ее встретили из Америки. Она меня познакомила с Александром Менем. Александр Менем, слышали такого? Нет. Вот так. Не слышал. Так и мы забудемся, как будто никогда нас не было. Итак, если вы желаете больше узнать, я вам скину материалы. Все остальное, что ваше, не божественное, не старайтесь не рассказывать. Это отнимает время, а ни к чему не приводит. Понял. Вы твердо верьте, что за каждое слово нам придется отвечать на суде Божьем. За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют нас. Какое дадим оправдание? Что скажем в защиту свою? Найдется ли для нас оправдание? Найдется ли нам место в раю? Надо не просто, Павел говорит, воздух молотить. Бейся на определенное. Люди говорят, ну я верю, вот как маленько не пойдет. На ресталище, на стадионе бегут многие, а награду получает один. Кто говорит? Апостол Павел в Святой Библии. Один. И поэтому беги, чтобы получить. Вот вы сейчас уже опоздали. Я уезжаю сейчас в деревню почти. У нас идут утренние молитвы по скайпу. С разных стран люди просоединяются. Считаем псалтырное чтение, песнопение. И каждый раз сто поклонов. Это сотка называется. И вот семь раз в день становиться на молитву. Семь раз. Три святые и сто поклонов. Это один раз. И таких заходов на молитву. А потом своими словами о нужных. И вы увидите, как у вас все поплывет из рук. Вы увидите, что ничего не было. Вы только начинаете путь. Поэтому учите Слово Божие. И вот у нас... Мы деревню строим православную. И у нас каждый год с 7 июля или в первое после 7, если попадает оно до воскресения, нынче будет крещение в озере. Священник ходит по грудь. И каждый сходит и принимает троекратное полное погружение. Как крестил Иоанн Креститель. Как крестил князь Владимир. Он крестил, не чашкой поливал, как католики. Мокрой ладошкой. Почему патриарх Алексеев II сказал, говорит, каких бандитов напринимали в церковь. А может быть, он главный бандит и был, я не знаю. Многие патриархи, многие. Вот Иоанн Златоуз говорит, больше, часть священников погибает. Вот, допустим, стоят священники, 100 священников. Самое мало, 51 будут в аду. Вот архиереи, 300 архиереев. Примерно 151 архиереи будут в аду. Это говорит кто? Серафим Саровский. Настольная книга священнослужителей. Третий том, 601 страница. Он говорит, я три дня и три ночи. Настольная книга священнослужителя. Это при благословении патриарха Пимена было. Это очень капитальный труд. Я, говорит, три дня и три ночи умолял создателя. Не о императоре, а русских священниках-архиереях. Что делают они? Господи! А это Серафим-то где жил? Когда? Это же не сегодня. И Бог заговорил с ним через три дня. Но как я не знаю. Но написана прямая речь. Не пощажу и не помилую. Ибо они истину Божию заменили ложью. Вымыслами человеческими. Кавычки закрыты. Это не я говорю. Это Бог говорит Серафиму Саровскому. И все это напечатано. Куда вы идете? За кем идете? А вот теперь надо думать. А как Богу угодить? Жить в Духе Святом. Бог тебе откроет истину. Он тебе откроет такие таланты, о которых ты даже не подозреваешь. Монахи это завистливые люди. И вот, ладно ему было, Игнатью Брянщининову, друг, царь. И он стал проситься. В военном училище окончил. Обязан служить. Не отпускает. Дворянин. И царь его отпустил с товарищем. И он в монастырь пришел. А монахи сразу ему объявили бойкот. Мы, говорит, картошку чистили топором. Картошку топором. А это современник Пушкина. Он куда уходит еще. И я пойду туда что-то делать, искать. Сейчас патриарх выступает и говорит. Каждый день у нас строится три храма. Люди все против. Храмы, говорит, пустые. Школы закрывают. Больницы закрывают. Храмы открывать никому не нужно. А к Богу не зовет. А что, чтобы ты изменился? Иди на благовестие. Иди проповедуй Евангелие. Господь другого не говорил. А почему не идут? Необлещенные силой Духа Святого. Деяние апостолов 1.8. Сидите в Иерусалиме. Да коли не обречетесь силою. А какая сила? В день 50 и сошел в огненных языках Дух Святой. И они заговорили по всей вселенной. Вот что нужно. И тогда у тебя все это уйдет. Я говорю, живую бороду. Они никуда не пускают. Я в монастырь приехал. Они не выпускают даже сходить. Вот куда-то посмотреть какие-то места. Я приехал туда. Я работаю. И они меня никуда не выпускают. Я должен... Я прихожу. Благословите там, матушка. Мне надо вот... Я хочу посмотреть, сходить. Там напротив есть мужской монастырь. Нет. Друзья. Вот ты здесь. Мы за тебя... Так, вас как звать-то? Алексей, Алексей. Так, Алексей. У нас сейчас занятия будут. Я вам скину данные. Вы попросите, что вас приняли. Хорошо. У нас занятия три раза в неделю. Занятия по Библии. Сейчас прямо закончим. Какие вопросы? Давайте, вам я даю три минуты. Да, вопросы-то больше-то уж как быстро-то нет такого. Я потом уж, если вопросы какие-то будут серьезные, я вам потом и позвоню, и напишу. Только после 10 октября. Я до 10 октября, а оттуда связи не будет. Ага, понял. Все, так, подождите. Ну, а я поеду туда. До 10 октября? Да. Я вот сейчас, которые у меня книги выписывают, покупают, я им всем отвечаю 10 октября. Угу. У меня книги остались еще. Тысяча экземпляров, 650 подарил, и здесь местным 120. У меня осталось там совсем 200 экземпляров. И поэтому люди выписывают. Вот послали сейчас полный комплект в Испанию. Люди выписывали в Ирландию, в Астралию. Вот сейчас в Америку послали полный комплект. Это 38 книг. Вопросик, последний вот вопрос. Хотел спросить. Я вот сейчас нахожусь в Карелии. Первый раз я здесь вообще. То есть я объехал почти, ну, сколько, наверное, 20 поселков. Ну, города и поселки. И вот у них здесь очень мало, ни церквей, ни храмов нету. А есть какие-то молитвенные домы. Ивангелие, даже не могу как правильно, там они выписка у них по-разному везде. Ивангелие, молитвенный дом, вера евангельская, еще что-то. Это баптисты, баптисты, наверное, или пятидесятники, харизматы. Вот у них такие постройки, они невысокие, крест простой, то есть... Ну, по-нашему, по-православному, они не церковь. Они хорошие люди, хорошо писание стараются изучать, но все искаженное у них. И поэтому для нас они еретики и сектанты. С ними стараются не сообщаться. Я хотел как-то зайти, а потом думаю, что-то не то тут как-то. Нет, смотрите, смотрите. Они не имеют священства. И поэтому отпускать грехи никто не может. А я напрямую, напрямую ничего не получится. Господь установил это. Поставил, говорит, колено левее. А ныне почин вельхиседеке. Все понял. Игнатий Тихонович, спасибо вам большое. То, что вы сразу же, я только вот как не позвонил, вам вы ответили моментально. Да. Я даже как-то немножко растерялся. Я первый раз. Вот. Вам спасибо огромное. Обязательно сейчас мне скиньте, пожалуйста, ресурсы, которые у вас есть, чтобы я вышел потом на сайт куда-то. И по изучению Святого Писания. Так, вы знаете, что слово спасибо выброси из твоего лексикона. Спаси Христос, говорите. Слава Христос, спаси Христос. А спасибо это мирское, это не надо. И бритвы, когда ты бороду портил? Последний раз, когда? Ну, сколько, недели, наверное, три назад. Все, бритву выбрось, ножницы и больше не прикасайся. Это называется блудодейная ересь. Я знаю, я знаю. Это никак. Давид даже в земной Иерусалим не пустил, когда полбороды у них обрили, услуг его. И они жили, пока отрастет борода. Это все, Игнатий Тихонович, знаете почему? Потому что я нахожусь в миру, общаюсь с людьми с безбожными. У меня постоянно как-то все... Ну, а хорошо. А мы где живем? У меня даже на военном билете, в 62-м году я с бородой, на военном билете, при советской власти. И все какое-то правдение. Никаких гнилых подпорок не ставь под ложь. Она опрокинется. Я знаю это. Я знаю. Я прекрасно это понимаю. Никогда не оговаривайся. Если вы сейчас оговорились, это значит, ты дальше будешь грешить. Ты ищешь самооправдание. А Бог самооправдание отсекает. А нам, говорит, жена, которую дал, она виновата. Не я, это змей научил. А Господь говорит, все умрете. И уже за это плод умерло больше 100 миллиардов людей. Знаю, знаю я. Это Игнатий Тихонович. Все. Я борюсь с этим. Я борюсь. Вы сначала с собой боритесь. С собой. Определись, прими. Крещение настоящее. Вот воин Яценецкий, архиепископ, канонизированный, он не признавал это мочение. Вот к нам приезжают протеереи и романахи, крестятся опять, возвращаются и работают. Мы приглашали даже сюда патриарха, чтобы приехал, покрестился. А все смеешься-то? Так. Ну все, давай, выключаем. Все, Игнатий Тихонович, спасибо большое. Все, спаси Господи. Спаси Христос. Спасибо Христос. Вот, только так. Никак по-другому больше не одержишь. Спасибо, опять выскочило. Работай над собой. Бритву выбрось сегодня. Уже первый шаг сделаешь. Выбрось просто. И жена, чтобы тебя слушалось, не будь подкаблучником. С Богом.